Всем привет! Сейчас покажу покупки из магазина ОК. Купила две каши Хайс. Иногда я беру, если по акции. Федя хорошо ест, ну, быстренько взял и приготовил. И Арсений тоже бывает с ним за компанию, тоже ест. Так, пшеничное молочное с молоком и тыквой. И овсяное с молоком и персиком. Четыре персика. Там они стоили по 74 рубля, по-моему. Укроп. Здесь 150 грамм, что-то в районе 50 рублей. Было 6 или 8, я даже не помню, булочек вот таких с чесноком. Борщ у нас был. И, в общем, короче, эти вот пампушки с чесноком мы ели с борщом. Осталась одна. Колбаса папа может. Я уже говорила, что колбаса у нас не всегда есть. Иногда я беру вязанку или папа может, ну, когда не по акции. По-моему, 109 рублей вот она стоила. Премиум. Суповой набор из лосося. Тоже, кто не видел, у меня на канале есть видео. Я оставлю подсказку в правом верхнем углу, как я варю такой суп. Очень бюджетный, очень вкусный. Главное, полезный из настоящей рыбы красной. Здесь 116 рублей получилась вот эта вот упаковка. На самом деле у меня получилась какая-то скидка и вышла это на 85 рублей. Вот. Я очень довольна, что здесь две головы, потому что от голов в основном идёт мясо. Вот оно по этой вот части. Здесь и здесь. И здесь есть, что ещё погрызть. В общем, мне очень нравится. Взяли бананы сушёные. Вкус из детства. Не знаю, я не пробовала. Мальчишкам дала попробовать. Им не понравилось. Ну, наверное, папа съест. Мне как бы не особо, но просто захотелось, не знаю, побаловаться. Дальше взяли квашеную капусту. С хреном она. Здесь хрена особо не чувствуется. Дети тоже будут есть. Ну, едят они, по крайней мере, немного так хватают. Фунчозу взяла немножечко попробовать. Тоже так, чисто символически. Я её так не ела никогда, только в салате. Ну, в общем, на 34,89. Спаржу всеми любимую. У нас очень вкусная спаржа в окей. В общем, берём спаржу. Она прям такая хорошая. Причём, когда она мне накладывала, я уже сразу три кусочка съела. Салфетки. То, что надо. Я их всегда беру. Мне нравится. Там детям что-то вытирать. Прямо очень замечательно. Ирисский корм. И у нас ещё корм есть. Вот поэтому я так немножко взяла. Взяла свой самый любимый дезодорант Рексона. Сух из пудры. Он стоил 65 рублей. В общем, это вообще халява халявная. Он у меня ещё есть. Но я взяла, потому что я знаю, что я дешевле не найду. В районе стая покупаю. В общем, классный дезодорант. Потом как-нибудь расскажу про него. Взяла, значит, вот такой вот зонтик. Обычный зонтик. Почему я его взяла? Во-первых, я пошла в окей. Начался сильный дождь. А во-вторых, мой зонт мальчики сломали. Вот. Это, конечно, такой зонтик, знаете. Зонтик. Одно название зонтик. Он 8 спиц. Он полуавтомат. Ну, хоть не совсем механика. И расцветки были всякие разные. В основном однотонные. Были такие, знаете, грязно-розовые. Не такой пудровый розовый, приятный. А грязно-розовый. Грязно-зелёный. Чёрный. Вот. Мне вот это понравилось. Цветастые такие бабушкины зонтики были. Мне понравился чёрный в горошек, в белый. Но он был очень... Ну, тоже, опять же, грязный, тусклый цвет. Если бы он был яркий, насыщенный, я бы тот взяла. Ну, вот взяла вот такой вот синенький. Вот, как бы, вот такой вот зонтик. И сейчас покажу свою самую прямо покупку радостную. Значит, зонтик стоил 200 рублей. Вернее, по акции он стоил 200 рублей, 199, а без акции 400. Ну, вся цена ему 150 рублей. Складывается он. Ну, вот так обычно складывается. И взяла вот такую вот швабру. В общем, я давно такую швабру хотела. Она недорогая. Она вышла 199 рублей. А без скидки она стоила 400 рублей без акции. Почему взяла такую дешёвую? Я понимаю, что она долго не прослужит. Но я такой никогда не пользовалась. Все там полы я мою, углы, плинтуса я мою руками. А так я мою обычной шваброй. Вот. Такой я не пользуюсь. Если я приноровлюсь, я, если мне понравится, я не знаю, как её пользоваться. Если честно, у меня даже особо ума не хватило, как эту палку телескопическую сделать повыше. Ну, уже я разобралась. У неё максимальная высота метр двадцать. Она серого цвета. В общем, мне нужно было принципиально, чтобы она была такая неброская. Потому что я люблю такой цвет. Там была розовая, салатовая, жёлтая, ещё какая-то. Потом мне понравилось, что вот эта вот тряпочка, она серенькая. Ну, то есть, сами понимаете, да, когда полы моете, тряпка, даже не важно, стираешь или не стираешь, она цвет теряет, она становится серее. А здесь уже она изначально серая, так что нормально. В общем, если мне понравится, то я куплю нормальную, хорошую швабру. А эту я так взяла, чтобы попробовать. Где-то в прихожей нужно грязь замыть, затереть быстренько. Поэтому я думаю, что вполне нормальная. Вот все мои покупки, значит. Если понравилось видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. И всем пока!